Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 19 августа. Преображение Господне. Назначен честь удивительного события, происшедшего в этот день. Христос с тремя апостолами, Петром, Иаковом и Иоанном, взошли на высокую гору Фавор. Там Христос помолился и преобразился. Лицо Его просияло, как солнце, а одежда сделалась белую, как снег. С неба сошли святые пророки Моисей и Илья и беседовали с Иисусом о страданиях и смерти, которые Христос должен был претерпеть. Всех осенилось светлое облако, и Бог Отец повелел слушать Христа. Сегодня начинался второй спас, который называли яблочным. К этому времени яблоки поспели, и идет их массовый сбор. До этого времени не рекомендовалось есть яблоки и виноград. Сегодня полагалось взять яблоки и мед, пойти в церковь и там осветить. После чего их можно было есть. В день яблочного спаса устраивались ярмарки, на которых продавали целые телеги, груженные яблоками. Яблоки раздавали нищим. Это считалось хорошим поступком. Крестьяне говорили, что сегодня можно встречать осень. Мол, пришел спас, держи рукавички про запас. Также провожали закат песнями, как бы прощались с летними днями. После этого дня начинался посев озимых. Приметы. Каков яблочный спас, таков и покров с январем. Сухой спас предвещает сухую осень. Мокрый сырую, а ясный суровую зиму. Если не есть яблок до яблочного спаса, а потом праздник попробовать яблоко с медом и загадать желание, то оно непременно сбудется. Я перевожу на себя, что люди, которые стремятся, интересуются всякими экстрасенсорными вопросами, им имеет смысл начинать с себя? Конечно, все начинается с себя для того, чтобы все это приобрести. И в первую очередь, это работа над собой по своему собственному. Пускай водиста нагреется. Как она закипит, мы услышим. Да, хорошо. А вот морковь? Морковочку. Давайте морковочку порежем. Или ты порежешь морковочку. Я немножечко... Тереть? Да. Какие продукты лучше воспринимают молитву? Оказывается, лучше всего воспринимают информацию и молитву те продукты, в которых много воды. А именно картофель. А именно морковка, свекла. Те продукты, которые, к сожалению, уже вареные, они уже не так все это воспринимают, потому что они искажаются от своей собственной структуры. И особенно хорошо воспринимают различную информацию это зерно. Если мы будем с благостью его проращивать, с хорошими такими мыслями, посылами, оно будет расти хорошее и нормально. Если же мы с вами, наоборот, мысли будут дурацкие, слова плохие, то оно заплесневеет и оно не будет прорастать. Ну, просто она погибнет. Как мы заговорили, затронули тему плохих слов, я хочу вспомнить замечательный совет, цитата одной моей подруги, которая учится в Свято-Тихоновском университете на факультете богословия. Она говорит, мат разрушает град. Красиво? Да. Мат разрушает град. И вы знаете, я тогда дополню, мат разрушает град, а именно град своего собственного тела в первую очередь. Далее, если человек матится, он просто-напросто неприятен окружающим и действительно разрушается семья. Вы знаете, жить в семье, где постоянно кто-то матюкается, ну, просто-напросто невозможно. И такие же отношения, если идут в городе, кто-то просто-напросто, ну, плохо относится, вот такие вот постоянно слова кидает, то люди становятся в городе злые, чуждые друг к другу, и никакой общественности нету, и, естественно, такой город долго не устоит. Так, натираем свеколку. Выкипает уже наша вода. Вопрос по соли у меня, конечно, потому что это же тоже кристалл. По соли. Соль мы будем класть в конце, когда приготовим блюдо, по вкусу. В конце по вкусу, да? Да, в конце по вкусу. Так, в трём с хорошими мыслями. Я подумала, у вас же всегда есть формы, сельдерея и... Можно есть сельдерея. Да, этот, имбий, может быть, можно кусочек положить. Можно как раз у нас сельдерейчик есть там. Пойду в холодильник. Да, давай в холодильничек. И вы знаете, я ещё пока скажу, а какие действительно молитвы? Вот сейчас современный человек, он особо не знает никаких молитв. Простая молитва. Господи, дай мне пищу, чтобы она пошла мне на здоровье. Господи, дай мне пищу, которая пойдёт мне на здоровье. Я ей тоже натру. Вот. И этого уже достаточно. Если же помолиться Богородице, молитва Богородице такое. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария. Господь, Стоя Боже, благословенный ты, если жжён, благословенный плод чрева твоего, яка спаса родила, если душа наша. Всё, уже Богородица наложила свои ручки, дала свою информацию, чтобы это блюдо было нам полезно. Было нам полезно. И даже в этом блюде у нас будет сельдерей, и вы его натрёте, да? Да. И сельдерей. Кстати, сельдерей он будет давать, интересно, он будет давать особую такую силу и как мужчинам, так и женщинам, так и детям. Поэтому сельдерей в небольшом количестве, но обязательно включайте в свою пищу. Лучше всего, конечно, корневой. О, тут он уже у нас слишком высох, поэтому высохшее мы срежем. А я, знаете, признаюсь, что думаю, раз корешок, корнеплод, просто в бульон для аромата, без тёрки, тоже же можно? Можно. И действительно, мы тогда его просто-напросто не будем тереть на тёрочке. А потом я его вытаскиваю, я могу так лук класть, например, могу. Мы его кубиками порежем, у нас будет, ой, какой душистый сельдерей. Вот свеженький сейчас отрезали, вот так вот. И его вообще-то надо жевать, пускай. Сельдерей полезен для того, чтобы у нас ещё зубки укреплялись, он пойдёт по желудочно-кишечному тракту, будет возбуждать вот эти все пищеварительные железы, соки выделять и так далее. Всё, Танюша. Давайте пожуём, пока у нас варится картошечка. Значит, смотри, что там произошло по... Ароматный сельдерей. Новости, новости какие. Вода закипела, уменьшили огонь, картошечка варится буквально 2-3 минуты, так как мы её мелко нарезали, можно уже, наверное, будет добавлять и морковь, и свёкла. Хорошо, как только морковочка у нас будет готова, действительно, добавляем ещё морковь, свёклу, зелень, немножечко всё это поварилось, и всё, блюдо у нас готово, мы это оставляем. Восемнадцатые лунные сутки. После предыдущего мощного дня эти лунные сутки несут спа. Энергии в теле мало, и это располагает к пассивности и подражанию. Замечено, что наш внутренний мир проявляется через отношение к миру внешнему. И если мы испытываем зависть, огорчение и другие негативные эмоции, виноваты в этом мы сами, а не окружающие. Осознание этого отражения – прекрасный повод для работы над собой. Энергия сейчас располагается в области половых желез, очевого пузыря и прямой кишки. Это удачное время для выполнения очевидных клизм, особенно если имеется высыпание на коже. Что касается питания, то сегодня воздержитесь от соленой пищи. Двигательная активность нормальная. Девятнадцатые лунные сутки. Энергетика этих суток считается тяжелой, что выражается в склонности к легкому обращению и склонности к порочным действиям. Именно поэтому символика этих лунных суток связана с пауком и паутиной. Сегодня важно думать, прежде чем что-то предпринимать. Избавьтесь от самообмана и гордыни. Хорошо попросить прощения. Активность организма сосредоточена в области поясницы и хрестца. Можно самостоятельно размять эту область, стереть масло. Сегодня полезно посидеть у открытого огня и посмотреть на него. Огонь сжигает негатив. Питание должно быть обычным. Злоупотреблять специями не следует. Двигательная активность нормальная. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok